Я смотрю вам зашла подобная тематика с топом, если да, то ставь палец вверх, наберем 1000 лайков и я пойду пилить очередной топ. Кстати в комментах можете отписать какой именно топ вас интересует. Чур прошлые мои ролики не повторять. Погнали к лучшим танкам этой игры. Как обычно это мое мнение, бла-бла-бла, кто я такой, вся херня, основываясь на своем не шаблонном опыте игры, а-ля кинуть три камешка и кричать какой я бог игры. Все примеры танкующих героев и их топ построен не только на основании здоровья и жизни, но и скорости маны, уникальности и эффективности навыков бою при оборонных маневрах. А, кстати, не вижу смысла обсуждать тут топовых четверок в роли танкующих героев, ибо это мы уже обсудили вот в этом ролике. Вы просто монстры, охренеть, почти 2000 лайков за пару недель. Серьезно? Абсолютный рекорд канала, спасибо вам за поддержку, надеюсь тут хотя бы косарик наберется. Вам не сложно, мне приятно. Элканен или Элканен, неважно, совсем не так давно апнутый по урону до 330% по цели. И также 330% суммарно по стоящим рядом, чем увеличен стал и отхилл умения. Напомню, что герой имеет отличные показатели защиты и немного ниже среднего здоровья, а именно 784 брони и 1266 хп. Но вытаскивает он роль танка не только из-за показателей обороны, а также на этот пункт влияет его быстрая мана и отхилл. Герой может стоять и выполнять роль танкующего на любой позиции. Особенно задолбает в команде обороны с таким бонусом, но не как отхилл где-нибудь с краю. Справедливость. Также не так давно апнутый... Теперь наносят 240% массовый урон, а также увеличенный дебаф слепоты 40%, который влияет как на камни, так и на специальные навыки героев. Даже несмотря на свою вроде бы медленную ману, герой может стать занозой в вашей заднице. Или в заднице атакующих справедливость героев. Дикие показатели обороны и здоровья, а также дебаф на 4 хода на минус меткость. Довольно надоедливый герой в центре. Как возможны альянсы Рокеза, у которых есть цель не напрягаться на титанах, а действовать преимущественно на войне. А раз я рекламирую альянс, значит им не все равно, что происходит в составе. Согласись, трудно что-то возразить. Просто приди по ссылке в описании, спроси, что тебе интересно узнать, и глядишь, тебя этот проект тоже заинтересует. Фрида. Не так давно вышедший герой месяца. Стихийный бронерез. 723 брони и 1330 здоровья. Почему же она, а не другие стихийные бронерезы? А разве не очевидно? У них нет таких показателей защиты. Потенциально Фрида в боковых от центра позициях обороны способна наделать шороху. Впрочем, как и в центре. Урон с ульты есть, мана средняя, а с учетом ее бронированности, она успеет шарахнуть пару раз так точно. А второй раз придется уже по срезанной броне для своей стихии. А там и урончик в 500-600 по героям летит. Упс, может быть больно. Очень больно. Эгир. Ну тут, думаю, не нужно ничего говорить, я уже и так за последние пару недель много о нем чего сказал. Ролики на канале есть, глянь и все поймешь. Далила. Ну думаю, прекрасно знаете, какими статами она владеет. Но на всякий пожарный покажу этот секрет не секрет. Помимо отличных показателей обороны, эта дамочка может захилить вас до смерти в прямом и переносном смысле. Ибо после хила она еще и стражей накинет на всю команду. А это лишние почти 200 урона так-то. А если по 3 стража висит, это уже 600. Половина от всей жизни героев. Такие случаи, конечно, редки, но тем не менее есть. Да и даже если не брать в учет стражей, средний хил может изрядно подзадрать в обороне. И вам придется зарядить 2, а то и 3 героя, чтобы избавиться от очередной занозы в жопе. Ричард. Многими, как я уже не один раз говорил, недооцененный. Все потому, что у него болезнь Алканена. Не, он не уши подхватил. У него также дохерища брони и мало здоровья. Но именно броня более-менее покрывает этот недостаток. А еще герой режет атаку 3 целям при средней мане. При этом и бьет нехило. Что может сильно помешать вашим планам. Убив одного из ваших героев, либо же удары после среза атаки будут настолько смешными, что глядишь и правда уши отрастут. Герой полезен не только в обороне, но и в атаке. Пожалуй, один из универсальных регулярных героев. Санта Клаус. Да, этот дедок ярк напередок. Поэтому его судьба это в основном центр. Ну, либо где-нибудь за гбиной тусоваться. Много хп, много брони, медленная мана, массовый срез атаки и защиты. Еще и стражей призовет для всех. Если доживет до ульты, будет очень неприятно. А он доживет. Но с краю его ставить это тупая трата ресурсов на его продвижение. Поэтому и роль либо центр, либо за гвиной или эгиром как вариант. Дошли уже к топ 3. Тут у нас почетное место занимает Дрейк Фонг. Также многими недооцененный в свое время. Так же как справедливость наносит слепоту. Но он быстрый. Оттого и эффективность больше от Дрейка, нежели чем от справедливости. Даже несмотря на то, что Дрейк бьет всего лишь по трем целям. Как бонус и есть связь стихии на атаку и защиту по 5%. Мелочь, но приятно. Герой крайне крутой и в разы универсальнее Ричарда. Ведь Дрейка можно брать куда угодно. И пользы от этого не станет меньше. Как думаете, кто? А? 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 Подожду чуток. Останови на паузу и отпиши в коммент. Мне интересно, угадаешь или нет. Ну что, готовы? Гвеневра. Для многих, наверное, неожиданно. Кто же может быть лучше нее? Но суть Гвины все и так знают. Резать ману, хилить себя и соседей под защитой от тьмы. Все это со средней маной и неплохими показателями обороны. Но она и так на слуху. Так что про нее говорить? Пойдем, кто поддин. Не буду долго тянуть. Ведь Гвине я уже присудил второе место. Самый жесткий танк в игре. Как по показателям обороны, так и по ульте, которая массово схлопнет все, что живо на поле и сожжет к чертям. Если у вас, конечно, нет Ариэль. Хотя, нет, она вас не спасет. Ведь даже если отхилить не дуг травления, которым Гюнан вас бьет и травит порядка пяти сотен здоровья за три хода, все равно останется эффект, который снять нельзя. А именно, срез отхила в два раза. И тут вообще роли не играет тот факт, что этот срез длится всего лишь пару ходов. Ситуация станет моментально плачевной для любого подбора героев. А, да, как бонус, Гюнан снимет с себя все негативки, которые можно снять. Кстати, летом будет очередной квест с песками, в котором и можно будет поймать этого монстра. И я советую придержать золотые жетоны именно для песков империи, а не для зайцев. За все мои полтора года в игре это мой опыт, с которым ты можешь быть не согласен. Причины могут быть две. Либо моноцвет, либо диванная критика со скамейки запасных, так как лично ты против героев не бился. В общем, как обычно, делись мыслями в комментах, с чем согласен, с чем нет. Аргументируй это. А не маши туалетной бумагой из окна, выкрикивая о моноцвет. Ведь Юнана ты хрен пробьешь своим моноцветом с трех камней. Если, конечно, сила команды красной не будет за 400, а также могила, в составе которой 500 хп схавает у Юнана. Так что как-то так. Пиши коммент, ставь лайкос, подписывайся на канал, группу, дискорд чат есть. Эээ, че еще? Да вроде все. Дальше интереснее. Всем пока. Продолжение следует...